Друзья, всем привет на канале Семьи Савченко. В этом влоге я покажу вам, как у нас прошли выходные перед днем матери. Утро, как всегда, начинается рано. Птички уже очень громко поют. И когда я только открываю дверь в спальню, забегает к нам кот. Кот идет сразу проверять, что творится на улице. Ему нравится смотреть на скворечник, который сразу за нашим окном. Вот так и начинается наше утро. Ну а Дженнифер с утра пораньше решила собрать одуванчики. Так как у нас много одуванчиков, она говорит, мама, давай мы опять сварим мед из одуванчиков. В прошлом году мы это делали, нам очень понравилось, как очень легко и просто можно приготовить одуванчиковый мед. Ну а мне позвонил Леша с дороги и сообщил, что он очень плохо себя чувствует, похоже отравился или еще что-то. И очень кружится голова, поэтому он ехать никуда не может. И мы решили встретиться. Хотя я думала, что это очень тяжело ехать 6 часов на встречу с мужем, но я все-таки поехала. Как же можно оставить мужа в беде? Привет вам, дорогие все. Вот я очень несколько минуточек скажу несколько слов. Вот, что трудно было в дороге, мне плохо стало сильно, я даже не смог ехать, все окружилось. Не знаю, что такое, видишь, что прихожина вертига, да, называется? Переработал все. Вот, или устало от усталости, или еще чего-то, да, неизвестно. И я, в общем, стоял без, вообще не мог ни встать, ни, только лежал на своей. Да, 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 и вот Лидочка приехала, выходные как раз, и я уже кое-как груз сделал, и приехал, мотельчик мы сняли, она ко мне приехала 6 часов, ехала ко мне, чтобы меня поддержать здесь. Вот, что значит, женушка приехала навестить своего недомогающего мужа. Домашней едой запахло здесь все, оладушки она с утра здесь с Лидочкой сделала, сейчас будем завтракать. Там кофеечек у нас сейчас тоже немножечко, вот. Да, такая заботливая, заботливая женушка приехала мужа подбодрить в трудную минуту. Спасибо тебе большое. Алеша там сидит за столом, кушает. Друзья дорогие, Лидочка приехала, так меня, вот, выздоровление сразу пошло такое у меня. Домашняя еда, так вот, салатик, картошечка, такая ее улыбка согревающая, душу мою. И ее присутствие исцеляющее, ее физическое состояние. И, ну вот, да, очень я рад, что она приехала, такая жертвенная, 6 часов ехала. О, приятного аппетита. Главное, чтобы ты выздоравливал скорее. Пока мы ужинали вкусненькой жареной картошечкой, мы вспомнили, что мы забыли поставить видео, когда еще Леша был дома, он ходил на свидание с Дженнифер. И сейчас мы вам покажем. Как настроение, Дженнифер? Хорошее настроение? Окей. Покушали мы с Дженнифер, поговорили о жизни. У нее даже еще немножко булочки остались. Привет. Понравилось тебе? Да. Хорошо. Давай я тебе дверку открою, ты не сможешь сама. Это булочки немножко остались, да, еще? Дома их доешь хорошо. О, садись. Поможешь себе? Давай, помогу. Так. Дженнифер хорошая девочка. Она мне много вопросов задавала сегодня всяких. Да? Угу. О жизни. Вот такое свидание получилось у папы с дочкой. Скажу вам честно, что дети очень-очень любят свидание с мамой, но больше любят свидание с папой. Сидите. Мой большой чемодан. Да, все. Побыли, отдохнули, ездим. Дочкой домой для наработки. Дождик уже закончился. Всю ночь дождик шел. Ай. Ну вот мы уже и разъехались. Я рада, что Леша стала получше, привезла ему всяких разных витаминов, минералов. Кстати, кто у нас еще не видел видео про витамины и минералы, зайдите на наш канал «Работа на дому здоровья семьи» с компанией «Атоми». Вот такая была у меня поездка. Въезжаю я уже в штат Вискансен и почти дома. Ну что, друзья, уже 5.58 вечера. Я проехала почти 6 часов и уже нахожусь в нашем родном Бероне. Проезжаю наш квик-трип, нашу заправку и уже домой. Сегодня воскресенье, детки ждут меня дома. А дома меня ждали горячие блинчики с творогом, которые приготовила Аленочка, кофе, а также подарок от церкви. Это подарок был для всех мамочек. А также мне еще подарок подарили наши старшие девочки. Это была подарочная карта на массаж. Так что аж три раза я могу сходить на массаж. Такие вот хорошие, добрые доченьки. И Дженнифер еще подарила мне вот такую открытку, которую они сделали в воскресной школе. Сама сделала сердечко и написала, что мама, она самый лучший слушатель и дает самые хорошие объятия. А еще детки подготовили видео для меня, как для мамы, которым я и хочу закончить это видео. Я благодарю Бога за возможность быть мамой. Благодарю за семью, за моего замечательного мужа и всех наших деток. Поздравляю также всех мамочек с Днем Мамы. И прощаемся с вами. Всего хорошего. До свидания. Мамы, мы любим тебя! Happy Mother's Day! Мамы, мы любим тебя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok